Главное – спасение жизни. Накануне поздравления с профессиональным праздником принимали сотрудники спасательных подразделений. Те, кто первым приходит на помощь в случае возгорания, аварий, катастроф и стихийных бедствий. Наш следующий репортаж о буднях пожарной семьи на Ринмарской части. Становитесь, равняйтесь, смирно. В 8 утра. На смену заступает пожарный караул. Это 9 человек. После развода спасатели отправляются принимать технику. За состояние пожарного автомобиля отвечает, конечно, водитель. Поэтому перед дежурством необходимо проверить наличие воды и пенообразователя, а также исправность всех механизмов. Мы проверяем насос на вакуум. То есть делаем в нем вакуум, создаем, чтобы он был герметичный, не было подсоса воздуха. Это помогает при заборе водой. Когда с водоема забираешься, чтобы вода в насос поступала и не уходила из него. А так проверяем также задвижки на герметичной, чтобы при работе они не дали сбоя, никакого отказа. От водителя в случае пожара зависит многое. Необходимо не только следить за состоянием автомобиля, но и держать в голове все адреса и кратчайший путь проезда, а также местонахождение пожарных водоемов. Роман Чуклин в службе спасения работает с февраля 2020-го. За это время выучил строение пожарного автомобиля наизусть. Машина – это вообще его стезя, как и помощь людям. Поэтому работа очень нравится. Первый выезд у меня получился самым запоминающимся. Он получился еще и ночной. Там в искателях расселенное здание горело. Это получился крупный вызов. Мы выехали где-то около часу ночи и вернулись где-то в полшестого утра. Там горело сильно, район был сухой, работали подвозом, соответственно. Водитель слился, поехал снова на заправку водой, снова приехал и вот так катались всю ночь. А как по тревоге? Сильно не спеши, направились. Это, конечно, не настоящая пожарная тревога, но даже на тренировке спасатель должен уложиться в определенный норматив. Переодеться в боевку нужно за 20 секунд. На выезд дается минута. Александр Гречкин в службу спасения пришел полтора года назад. Впрочем, пожарным решил стать еще в школе. Сейчас молодой человек впитывает в себя знания старших коллег. Есть ли какие-то суеверия у пожарных? Есть. Там не проевод у водителей, допустим, не протирать. У нас у пожарных боевку нельзя шить. Если новую боевку выдали, тоже это как суеверия, то, что мы поедем на пожар. В крайний раз выезжали мы на Поморскую 15А на выезд. Семь человек выводили из соседней квартиры. Рядом с Межной, с Горящей, выводили семь человек. Также запомнился случай на Лимпопо, то, что горело, потому что был такой затяжной пожар. Личный состав пожарно-спасательной части обновляется. Появляется, что говорится, молодая кровь. Каждый кандидат сначала проходит собеседование и медицинский осмотр. Далее стажировка. И если потенциальный спасатель зарекомендует себя с хорошей стороны, его отправляют на подготовку в учебный центр. После чего пожарный заступает на службу. В числе личных качеств ценится стрессоустойчивость, хладнокровие и живой ум. И готовность к любому развитию событий. Мы же идем, куда мы вызвали, на вызов ездим, что там произойдет, мы не знаем. Конечно, надо доверять друг другу. Идем друг с другом, друг за другом. Иначе нет. У нас было 600 выездов, чуть более 600 выездов. Но это разные выезда, и как на ложный вызов, и как на ложное сработание пожарной цивилизации, ну и на пожарные выезда. Петарды были выезда, но мы все равно на вызов реагируем всем, всеми держимыми силами. То есть, пребываем все равно. Евгений Дегтяренко, как и все, кто посвятил свою жизнь спасательной службе, фанат своего дела. И постоянно совершенствует свои знания и навыки. Для этого в части проводятся регулярные тренировки и теоретические занятия. Всего на страже пожарной безопасности в столице региона стоят 66 спасателей. Все они в случае крупных ЧП готовы прийти на помощь коллегам. В этой службе хоть и работают сменами, но на чеку должны быть всегда.